Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапу-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. По зеленому коридору в Анапу. На въезде в город высажена аллея Туй. Курорт преображается в центре и на периферии. Планерное освещание перед майскими праздниками. Задача по подготовке к массовым мероприятиям и долгосрочные планы. Памяти жертвам и подвигу ликвидаторов последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Памятная акция прошла в сквере боевой славы. 4-0 в нашу пользу. Футбольная команда Анапа разгромила гостей из Краснодара на своем поле. По сообщению пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, 24 иностранца, незаконно осуществлявших трудовую деятельность под Анапой, были задержаны в результате межведомственного рейда. В курортном поселке Суко граждане Узбекистана строили элитный жилой комплекс. Уроженцы бывшей Союзной Республики легально въехали в Россию по действительным документам. Однако права и обязанности в области трудовой миграции изучили недостаточно. Умышленно или случайно никто из них не оформил разрешение на работу. Свою оплошность гости из Азии поняли, когда на строительную площадку для проверки документов пришли люди в форме. В результате рейда все нарушители привлечены к административной ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности и оштрафованы на общую сумму 50 тысяч рублей. При этом подрядная организация, если ее вина будет доказана, может понести куда более серьезные финансовые потери. Юридическое лицо может пополнить государственную казну до 800 тысяч рублей за каждого привлеченного к трудовой деятельности иностранца. Продолжаем выпуск. Зеленый коридор в Анапу. По поручению мэра Сергея Сергеева на въезде в наш город высажена первая партия вечно зеленых растений. Более 500 туй. Благоустройство и озеленение курорта продолжается. Это будет самая протяженная аллея в нашем городе. Участок дороги на Анапском шоссе преображается. Теперь всех гостей, въезжающих в наш город, будет встречать аллею южных красавиц Туй. Благоустроить этот район распорядился мэр Анапы. 14 апреля во время объезда города Сергей Сергеев дал задание – высадить зеленый коридор. Украсить территорию тысячи вечно зеленых деревьев и кустарников. Начинаем от спуска. Вот от поворота. От того. И пошли в эту сторону. Идеальным решением украшения курорта глава назвал работу директора фирмы «Арго» Петра Авдоляна. Предприниматель прилегающую территорию и землю за ее пределами привел в порядок. На разбитом газоне высадил 150 кустов роз и 105 можжевельников. Красиво? Очень? Вон, кто это? Ну, пригласите, спросите, поблагодарите человека, узнайте, почем брал. Вам неинтересно, понимаете? Он мог этого не делать. И он, я уверен, здесь и газонная трава будет. Все будет. Спустя 10 дней после проверки распоряжения главы города на земельных участках прилегающих дороги Анапского шоссе начали работать озеленители, подготовили почву и высадили первую партию хвойных – сотню туй. Мэр Анапы Сергей Сергеев лично проверил, как идут работы, поинтересовался важными мелочами при посадке и узнал особенности этого вида растений. А сколько лет? Это порядка 5-ти лет. А расцвет сколько? В среднем 6-8 метров. 6-8 метров вырастает? Да. Рука легкая? Легкая, да. Легкая. По-моему, зеленяем, трава только стоит. Сергей Сергеев сам принял участие в озеленении курортов. В субботу и воскресенье озеленители продолжили высадку туй и еще более 400. Сегодня привезли еще одну партию – 300 растений, всего их будет более тысячи. В качестве бонуса за крупный заказ питомник подарил анапским озеленителям 50 туй сверху. По левой стороне протяженность зеленой изгороди составит 2,5 километра, по правой – больше полутора километров. Работы планируют завершить к майским праздникам. Сроки, установленные на благоустройство, сжаты и требуют оперативной работы. Накануне майских праздников глава курорта провел очередное планерное совещание. На повестке задачи по организации торжеств и долгосрочные планы. До майских праздников осталось несколько дней. В эти дни полностью мобилизуются все силы анапчан и предприятий для приведения города в должный вид. Мэр Анапы Сергей Сергеев отметил, горожане в этом вопросе – большие помощники. Меня как главу больше всего радует, конечно, подчеркиваю, больше всего. То, что люди наводят порядок и подсказывают нам, где мы еще не доработали, в каком направлении мы должны сделать благоустройство. Пока анапчане будут отдыхать во время майских каникул, власти курорта будут активно работать. Обеспечение безопасности городских праздников подготовкой проведения массовых мероприятий и дежурства – по графику. Вот чем займутся специалисты администрации. Управление торговли ответственное за выносную торговлю и проведение ярмарок во время праздников. Должны все сделать на высоте. Управление Санкура займется профилактикой нарушений общественного и экологического порядка, закроет проезды к морю на Пионерском проспекте и особое внимание уделит санитарному состоянию курортной зоны. С каким бюджетом Анапа подошла к первомайским праздникам, отчиталась заместитель мэра Анапы Яна Дуплякина. Приполучение, что бюджет на сегодняшний день поступило 354 миллиона рублей. Это 104,3% к 1 мая прошлого года. На сегодняшний день мы не добираем земельный налог или единый налог на дневной доход. Выход из ситуации власти курорта видят в постоянной работе с хозяевами гостиницы отелей. Им необходимо переоформить целевое назначение земли, привести в порядок документы на свои коммерческие объекты. Посмотрите, что на объездной деле блохата настроили. Наш уважаемый депутат. И люди не могут электричеством всю зиму топили. А ему по барабану. Ни лимитов, ни газа, ничего. Он прибыль получил и бросил. И уже отель «Капитан» отремонтировал то, что сгорело. И опять к сезону готовился. И нигде ни шайб, ни калибровочный со стороны водоканала. Два кубометра воды и ЖС. И 15 киловатт электроэнергии. И ничего не загорится. Не загорится. Потому что 15 киловатт на первом этаже все скрыты включат и все. А дальше шесть этажей пусть переводят. Вот возьмите. В ИПДД проезжаем по Парковой. И за ним идет стоянка. Кровлосуточная и строительные материалы. Я попрошу земельщиков. Посмотрите вид разрешенного использования земли. Вот этой стоянки. И перед этой стоянкой вдоль ограждения, напротив приоспаса, по колено трава, звоню. И мне полушепотом говорят. Это же Адамяна стоянка, депутата. Это как раз о том, о чем я говорил. Вот кто такой этот Адамяна? Он должен первый покосить эту траву. И показать другим, как нужно благоустраивать территорию. Список самостроев в Анапе снова обновят в течение двух недель. Информация по каждому будет доступна на официальном сайте администрации курорта в разделе «Открытые данные». Также в майские праздники необходимо уделить пристальное внимание выполнению детского закона. Как доложил заместитель главы Алексей Козлов, не все предприятия курорта понимают важность этой работы. Были названы и антигерой профилактических проверок. Сотрудники предприятия спецтранс «Фея-2» и санатория «Малая бухта» не вышли на дежурство. Это постоянная у нас забота, постоянная, как бы нервотребка ежедневная, вовремя, не вовремя, вытягиваешь каждый день практически. 28.04. мы прибыли представить общественности санаторий «Малая бухта» два человека. Значит, результаты работы тоже самое в сельских округах. Контрольный вопрос об организации детского отдыха этим летом доложила начальник управления образования Нина Филофеева. Она отметила, на курорте в этом году будут действовать 29 форм организации досуга детей. В числе них и детские лагеря труда и отдыха, где несовершеннолетние смогут отдохнуть и заработать. Глава курорта Сергей Сергеев считает, что необходимо уделять большее внимание трудовому воспитанию молодого поколения. А также напомнил о положительном опыте классиков в педагогике. Подростки, завоевавшие авторитет в неформальных группах, могут взять на себя больше общественно полезной нагрузки. Например, быть ответственными за инвентарь и порядок на спортивных площадках города. Все могло быть иначе. День аварии на Чернобыльской АЭС – черная страница истории. Но она не может быть предана забвению. Жертвам и героям, ликвидаторам последствий взрыва, наобчане посвятили памятную акцию. Почетные гости – участники трагических событий 1986 года и их семьи. Клавдия Горбицкая прожила в радиационной зоне 11 лет, ликвидировала последствия аварии, занималась деактивацией, вывозом техники домашних животных. Этот день должны помнить очень долго, потому что он принес неисчислимое горе, которое пережили мы, похоронил своих детей. Теперь примерно я не могу. И я благодарна нашему руководству и правительству, что не забывают в это время. Иван Калиончий месяц участвовал в ликвидации последствий аварии. Работал монтажником-высотником, перекрывал крышу атомного реактора. После завершения монтажных работ место аварии залили бетоном. У нас были патроны специально для радиации. И у нас таблетки были вот здесь, вот на шее у нас давали. Но они, эти таблетки, короче говоря, в конце, когда мы уже унижали, мы их сдавали и полностью. Но радиацию мне записали 23,7. Ценой своего здоровья тысячи людей защитили миллионы людей от ядерной катастрофы. Последствия аварии на Чернобыльской АЭС ликвидировали 500 анапчан. Ста из них уже нет в живых. Верла им память, мы всегда будем помнить их мужественный подвиг во имя нас, во имя всех, тех, кто сегодня живет. Мы всегда благодарны тем, кто жив, мы всегда готовы их поддерживать. Мы всегда взаимодействуем с вашей общественной организацией, если вы готовы протянуть руку помощи. Руководитель анапского отделения Краснодарской краевой общественной организации, Союз ветеранов Чернобыльской катастрофы Валерий Золотарев поблагодарил всех, кто в этот день собрался в сквере почтить память героев. Дорогие друзья, сегодня я специально принес георгиевские ленты. Для нас, россиян, это еще и символ памяти о наших отцах и дедах, которые в 1945 году подарили миру мир. По традиции память погибших почтили минутой молчания. Завершили мероприятие возложением цветов к памятному знаку чернобыльцам. И к другим темам. К Международному дню земли сотрудники заповедника «Утриш» провели творческие конкурсы, мотивы «Утриша» и прогулка по заповеднику. Подвели итоги, определили победителей. Награждение прошло в школе номер 4. На конкурс было представлено более 300 работ в номинациях «Литературное творчество», «Изобразительное искусство» и «Научно-исследовательская деятельность». Мы проводим третий год «День земли». Если те два года мы проводили конкурсы только в Анапе, то в этом году к нам присоединился «Новороссийск». Работ было, допустим, изобразительных более 300. Очень трудно было выбрать лучше. Вы видите, что победителей всегда немного, но работа все от души. Все такие... Видно, что дети любят нашу «Триш». Для педагогов и воспитанников детских садов был объявлен специальный конкурс «Прогулка по заповеднику», в котором приняли участие 23 дошкольных образовательных учреждения Анапы. Интересных работ было много. Абсолютный победитель – коллектив детского сада «Теремок» оформил красную книгу заповедника, доступную по изложению дошколятам. Дети тоже давали всякие рекомендации, очень много мыслей было. Но мы решили сделать в виде аппликации с применением природного материала для изобретения, для создания нашей книги. По этой книге еще создана дидактическая игра, где воспитатели смогут вместе с детьми рассмотреть, что-то узнать нового, более-более значимое и интересное. Основные призеры конкурса «Мотивы у Триша» в номинациях научно-исследовательских работ и рисунков воспитанники эколого-биологической станции «Маленький принц», учащиеся Анапских школ номер 4, 5 и 7. Лучшие фотографии, как признала жюри, сделали юные конкурсанты «Новороссийска». Самые достойные работы по всем номинациям отправят на Всероссийский экологический конкурс творческих работ. Футбольный клуб Анапы принимал на своем поле команду ЦСПФ Краснодара. Футболисты провели первый домашний матч открытого чемпионата и открытого Кубка Краснодарского края. Итог домашней игры 4-0 в пользу анапчан. На стадионе «Спартак» многочисленные болельщики собрались задолго до начала матча. Футбольному сезону в Анапе решили дать торжественный старт, подготовив для всех любителей игры концертную программу. В 17 часов на «Спартаке» началась игра. Хозяева поля открыли счет в первом же тайме, забив два мяча в ворота соперника. И во втором тайме игрокам Центра спортивной подготовки по футболу не удалось пробить оборону анапской команды. А вот наши футболисты забили еще два гала. Итог поединка 4-0 в пользу команды «Анапа». Это уже вторая победа наших футболистов в чемпионате Кубани. Напомним, в прошлую субботу они играли гостевой матч в Новороссийске. Встреча футболистов «Анапы» с командой «Черноморец-Дубль» завершилась со счетом 4-0. В субботу, 3 мая, анапчанам предстоит игра на выезде с командой «Тихорецка-Труд». Ближайший же матч на «Спартаке» состоится 10 мая в 18 часов. «Анапа» сыграет с «Сочи». Это все новости на сегодня. В завершении выпуска прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – аптека «Апрель». Теперь аптека работает и на улице Заводской, 28. Этой весной приходите в «Апрель». Аптечная сеть «Апрель» отмечает день рождения. Весь месяц скидки, подарки и призы. Только у нас и только в мае. Купи одну упаковку «Редуксинлайт» и получи вторую в подарок. «Апрель» всегда рядом. Телефон единой справочной службы 8 800 290 01. В среду 30 апреля в Анапе будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха в дневные часы 14-16, ночью до плюс 13 градусов по Цельсию. Ветер южный 4,6 метров в секунду. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 753 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте – 14 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова